Ну что, друзья, всем привет! Доброе утро! Очередной новый рабочий день, стоя ноября, 2023 год. В общем, сегодня мы продолжаем уборочную стоевых бобов. Нам привезли жатку на 13,5 метров, значит, от Джондира. Вот, сегодня я, как всегда, как всегда, на прицепе-перегрузчике, вот, иду сейчас в Джондиру. Вот, сегодня у нас сколько? Три КамАЗа у нас сегодня. Мишка поехал, помните, вот тот КамАЗ, на котором мы катались первый. Вот, Мишка на нём поехал в село Красилевка, это у вердохера километром отсюда. Вот, поехал он помогать другому сельскому хозяйству. Так, что, в общем, заводим наш Джондир. Сейчас, пускай прогреется, мы пока что подцепим прицеп-перегрузчик. Так, подцепили прицеп, вон, и гидравлику, всё. Сейчас, поедем. Вот, пока что расскажу вам одну очень интересную новость. Короче, друзья, помните, я вам рассказывал целина, да, вот, 221 гектар, который был. Вот, я ещё тогда говорил, что меня, возможно, отправят на целину пахать. Так вот, наше хозяйство продало этот участок и купило 163 гектара. То есть, 202 гектара, общая площадь без поля. Ну, с полем и с вот этими, вот, видите, там, трава, ну, целина, короче говоря. На котором подцепил, короче, у нас теперь есть ещё одно поле, которое 163 гектара подцепил, вы представляете? Так, ну, я думаю, мы будем начинать уже потихоньку выдвигаться. Как бы, к ребятам. Вот, сейчас там все на поле, муханка на поле, комбайны на поле. Мы сегодня у него два комбайна будем молотить, надеюсь, что успеем на сегодня молотить эти 110 гектар. Вам покажу сейчас жатку. Как она выглядит. Вчера с утрица был дождик такой вот небольшой. Ну, где-то в пяти и до семи утра был дождик. Потом всё протокло, ну и сегодня, естественно, мы выехали. Молодь. Сейчас пропустим этих. Ну и всё. Сейчас посмотрим, что там зажатка. И начнём, наконец-таки, нормально работать. Потому что в прошлой части достаточно много набрала прошлая серия просмотров, я вам так скажу. Вот. Но мы в прошлой серии особо так и не поработали. По периметру поля прошлись и всё. Дальше что-то у нас там не пошло дело, но сейчас, надеюсь, что пойдёт. Я не думаю, что сильно буду долго затягивать эту серию. Думаю, частики или полчастика и хоррэ. Так, потому что полтора часа вчера, конечно, вылечила, но в прошлой серии полтора часа, конечно, да. Так, видим, что-то тут нарыли. Комбазность, да, скорее всего, нарыли. Что-то тут. Горязнилки. Вот, собственно говоря, комбайн. Сейчас куда-то сюда подставим, кажется, перегрузчик. Так, вот она, жарко, на тринадцать половиной метров. Сегодня Лёшка будет работать на джиндере. Давайте мы сразу отцепим Лёшки. Хочу отцепить ему гидравлику и сам эту. Вот такой джиндер. Кстати, ходят с лухи, что ближе к декабрю и к Новому году у нас появится... Вот, друзья, такой комбайн. Вот такой джиндер ИС-9. Это будет, конечно, да. Вот она, жатка. Короче, сейчас подцеплять джатку. И пробовать. Полесьте уже, там готовится. Я тут приехал. Вот, вообще, все остальные выехали в шесть часов, но я решил, что мне делать в шесть часов. Попробуем на джиндер. Нашего красавца. Вот, а пока ждём комбайнёров, скорее всего, где-то заведёмся пока. Кстати, в ноябре, скорее всего, достаточно, я бы так сказал, тёплый ноябрь. Вот, 16-19 градусов. Сегодня будет тепло, да. Вот, 13-го ноября, вообще, 29 градусов будет. Ноябрь достаточно тёплый месяц, я вам так скажу. В этом году, пока не менее. Ждём, ожидаем. В общем, пока я занимался тут техническим обслуживанием, смазывал там, проверял масло, продувал фильтра. Уже комбайны подцепились. Завели. Прогреваются сейчас. Вот такая жапка. Занярёшка будет работать на джиндире. А Андрюха на полесте. Я думаю, давайте мы пока что поподключаем. Жапки. И у джиндире тоже самое. Так, гидравлические шланги не нужны. Или как? Лежка разберётся, чё там надо подпоединять, чё не надо. Ну, мы вал отбора мощности присоединили. Всё. Я пока что опять заглушу трактор. И да проведу всё же техническое обслуживание. Надо продуть фильтр. Ну, не фильтр, а радиатор. Так, ну что, друзья. Техническое обслуживание мы закончили. Началась уборочная. Комбайны уже начали работать, в принципе. Вот там по лесу, там джиндир. Предлагаю ввести разгрузку на ходу. Джиндиро. Где он там зашёл? А, на ходу не получится. Первый проход на ходу не получится. На втором уже. Поспешим тогда. Вот, ну тогда следим за мигалками. Там молотят. Там тоже молотят. Ну, так вот. Сейчас расслабится и пока что. Надеюсь, мы убираем это поле. Наконец-то я пока что развернусь. Поспешим я что-то. Ждём. Всё, теперь можно будет доезжать потом в загонку. Может, и дальше сейчас заехать. И разгружать комбай на ходу. Конечно, это перегрузчик открыт. Открыт. Всё. Сейчас можно будет комбайн разгружать на ходу. Так как он у нас вернулся, есть место. Надеюсь, я там развернусь. Я и так максимально близко к Сою держусь. Игорь. 52 километра в час по полю. Ну, тряски нет. Поле гладкое, так что. Опять постойку на то,нет? Ладно, заодно проверимся. Субтитры сделал DimaTorzok Так,два комбайна стоят. Вот первый я сейчас разгружаю. И сейчас пойдем к Полесси тоже его разгрузим. Вот и Полесси там стал тоже. Будем его тоже разгружать. Так,хорошо. Значит вперед протягиваем. Все. Да, все. Все, едем по месту. Так,все, поехали. Немножко работает. Сейчас к Полесси поедем. Вот. Вообще я не представляю что будет подсовывание. Так,что бы понимали. В этом не развернусь. Мне придется,да. Мне придется рядом с Дополесьей даже не. За ним. Вот. Я не представляю что будет темечка под толку. Потому что нам говорят что будут дожди, 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 дожди. А три дня по ходу дождя не будет. Потом все. Все. Ливень. Будем сразу после дождей убирать, либо дождь я не знаю. Дождь, наверное, такой себе. Никто не согласится с комбайнером. Убирать. Дождь. Но после дождя скорее всего будем убирать. Спаркус, ну что ли придется ставить. Чтоб трактор не застрелал. Дождь. Дождь. Все. Видим. Андрюха. Купил место. Мне до развернусь. А, так я тут и развернусь сразу. Че я? Ну да, это у нас совсем не более развернусь. Так, это надо. Вот так надо было завести. Все работаем. Надеюсь, мы сегодня управимся, но так как мы не одни теперь работаем с джиндиром. Где-то джиндир. Не видно его. Не видно его. Не видно Джона. Так, сейчас надо выездить назад. Так. Стой. Удаление назад. Так. Чтоб Андрюха не смог. Дальше이션. То есть это джиндир. Дальше. Ах. Продолжение следует... Сейчас же мои друзья с одной, и развернемся поэтому. Мы можем поехать. но как правило но тогда можно будет проехаться рядом с полей везде немножко на чужое поле компания так помните как мы делали лежали комбайну далее джеки лет далее крыльев есть календарь чат и вот так и едем вот так друзья мы и едем с вами у нас еще камаз на 40 тонн так что комбайн слишком быстро поехал умные вот так надеюсь Сейчас думаю до конца доедем Как раз там же льдир Заполнится Я все же, друзья, поглядываю Подглядываю Но сегодня прям уборочная веселее идет Я вам так скажу Так, там уже джиндир Прочно, будет полный джиндир Но мы тогда, наверное, в таком случае У нас уже 67% загрузка Сейчас до конца доедем Пойдем к джиндиру Потом думаю, я на зиму или на весну буду ставить парки Так как это будет болото, грязь, сыро Зимой мы с вами тоже что-то будем делать Из-за чего Чего агроломка думает Да, джиндир, походу, уже все встал Мышь нашащина Да, что ты может сказать Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в нее Все цар Jeep П你们 может быть и не не нашим На древх véritable так я думаю я буду уже покидать в принципе полей пара как раз груза другой комбайн но и так с вами с ним почти до конца проехали пара лёгко я работал с женом вместе проедемся шляпка даже нарисовалась как только мне к ним подъехать наверно я вот так подъеду а он потом задам сдаст так вот мы и сыпаем тридцать четыре тонны пять вообще то выгружаться мы друзья поедем не успел заснуть разгрузку а мы пол уже так трактор на земле буксует буксует немножко давайте тогда сразу мы первой командой заполним все все мобильный мой перегрузчик вставляем выдвигаем трубу двое это он в м м в в м в в м то что будет с КАМАЗом Ооо, прям тёпка идёт Так, сейчас разумелки КАМАЗ заполняем Тут кто-то нарыл сейчас биксовать немножко вверх 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 готов все все о чем стоит конвоем что не погиб потом надо будет трактор мы в конце уборочной но я вам скажу это еще он не сильно грязный вы видели что на кошмаке было когда мы в дождь убирали не успели убрать строго полностью до дождя убирали в дождь во, красота успела все, поехали к Полессе поехали к Полессе теперь но с этим полем мы скорее всего быстро управимся сейчас его добьем думаю не так еще мы поздно уедем с этого поля поехали вот такая рутинная работа уборочная ну а уборочная поинтереснее я вам скажу что вы я знаю вы не видели еще эти ваты много чего вы новгородовки не видели но вы это еще успеете все увидеть так как скорее всего мы здесь будем работать долго так как повторюсь карта больших мест к сожалению а новгородовка единственная такая вот большая карта с большими полями ну еще я жду обновления цвк горбани так 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 еще поедем рядом с жундиром так полагаю так ишь как вовремя почти затормозили и кстати хозяйство хочет взять еще это поле и объединить вот собственно количество а это летом Perquè эти все поля сделать одно большое второе второе он может вот так я думаю я не могу сказать так и что вот и поехали джундыру джундыр в принципе недалеко на сколько знаю начало тить а мы особо так джундыр не поедем так как он начал ну вот видите он разворачивается джундыр не выгрузим мы сейчас его ну ладно зато джундыр надо было рядом с полицей проехать но я вам давайте развернемся что проведем все рядом с полицейским джундыр далеко как у меня нету у тебя наверно включатся не развернусь в себе ладно вот тут можно попробовать развернуться просто не вижу смысла ехать за джундыр не а то не развернусь не хватит а заваловать перегрузчик такой себе ладно термин как будто сморозил только что ну ладно ну ладно проведем себя с джундыром все подождем его там вот а может быть даже может быть мы даже друзья знаете чего на комате сейчас проедемся так как вам так в команде там так скажем тридцать метровая жадка конечно 13 метров конечно 13 метров давайте сейчас станем пробежимся в комбайне 13 метров 13 метров 13 метров 13 метров 13 метров 13 метров 13 14 работа интересного будет, но, да ладно. Ну что, друзья, поехали. И поедем на команде. Началось. В общем, разгрузил мне жильдир остатки. Ну как остатки? Там 7 тонн он меня испытал. И все. И я помню, 42 тонна. Сейчас еду, всыпаюсь в команду. И поедем с вами на команде. Сейчас на команде поедем. Прокатаемся, так сказать. С ветерком. Едем. Я представляю, как шрактор будет вставать во время дождей. Я говорю, что, наверное, она будет в парку ставить. Хотя нахер в парку. Я думаю, что это будет перегрузиться со старкой. Я говорю, что, воните. 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 Восемь. Воните. Так, трубу. Вот там, конечно, мы побукert". Там же нам нарыли. Кстати, да. Скорее всего, к конвоям они потом поедут. москве пока не ехали чтобы переехать с этого места тоже что если не команда и начинаем загружать теперь наш этот камаз так забьем полностью из камаз все три калаза на объемах поедем так все ну а этот камаз я думаю можно будет еще загрузить потом а мы друзья сейчас ставим трактор пока что комбайны не полная у нас есть время разгрузим еще раз по лесу поехали на камазах взял но это четвертый тонн как легко будет я не разучился на канале зимой будем запись хоть идет запись идет зимой короче друзья будем мы выводить шпицу на мельницу зерновую поэтому пока что работаем мы возможно с зимой будем на камазе работать не знаю может мы будем работать это я скажу зимой может мы на зимой зимой будем работать зимой трактористы и сельское хозяйство отдыхает хлопard вот я помню в прошлом году но и работали Удобрения переводили, я на КТЗ был, конечно, тормозда у КамАЗа не сильная, но он еще и груженный, так что. Кстати, венок сегодня наконец-таки ожил, он не завалился, он не взял, не завалился, так, нависовую, сколько там? 19 тонн, я на КамАЗу, короче, давай-давай, давай-давай, сейчас на КамАЗах кататься, друзья. Я пришел. зимой скорее всего эту бригаду будем переделать и в декабре сказали что будем с этой бригадой еще одну бригаду типа вклад нашим токен нет пока что все поехали сейчас на еще одном команде съездим друзья время пока что есть пока комбайны не полные вот обычно когда полный комбайн мне пикают телефон ну пишут люди комбайнеры но мы полные выгружаем ничего не пишут пока что так что сейчас проедешься на камазике еще раз потом и и встать куда-то сюда вот а ток это и и и это и и и и и и и и поехали 30 тонн, друзья, везём не разучился ещё на такой машине нам ещё, друзья, кукурузу убирать не забываем короче, нам тут до хера работа на ней, что застелание уборки не закончили надо будет скорее всего как разбить серию на несколько уборки так, и уже надо будет начинать оттормаживаться и включать поворот и вот 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 немного разнообразия то, как мы на прицепхи перегрузчики были теперь на камазе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 в он пришла от комбайера что заполнены комбайны но и как они меня учатся делать серии да чтобы на серии было как принять початку серии что явление дела, это как-то натягивает короче, в итоге здесь я ее, скорее всего, буду записывать и жимы у нас же перегрузчик так как комбайн уже лежат комбайнеры перегрузим там да, разгрузировано разгружать болезнь надо разгрузить короче, сейчас разгрузимся где-то так так, все, бежим прицеп перегрузчику все, начинься комбайнеры начинься комбайнеры начинься комбайнеры мы с до 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok еще раз как меня это все монтировать он закончил он так давайте немножко посмотрим сколько мы за сегодня сделали только наш компания залупили но так мы начали как тогда как странно мы сейчас убираем вот так у нас получается какой то клим короче мы сейчас убираем в итоге вот так нормально 14 гектаров пока что мы сделали так друзья ну что на этом все на сегодняшнюю серию продолжим в принципе сегодня я сейчас еще одну серию буду записывать вот как раз на этом все всем удачи и всем пока до новых встреч удачи а Продолжение следует...